Дорогие христиане, первым наперво я поздравляю всех девушек, женщин, бабушек, матерей, сестер и дочек, вносящих имя в честь кого-то из четырех святых женщин, упоминаемых ныне, вера, надежда, любовь, София. Все, кто сегодня совершает память их, кто носит имя их, кто имеет родственников с этими именами, да будет на вас мир и благословение Всевышнего Бога. Аминь. Ну а мы с вами что скажем? Мы сегодня читали, среди всего прочего, из Писания, читали кусочек из послания к Коринфянам, читали кусочек из Евангелия Матфея, много всякого читали. Сегодня читали, в частности, притчу о десяти девах. То есть о тех девушках, которые ждали жениха, и это обычай восточный. Это они замуж все не выходили. Они были девицы, которые были возле невесты. И они ждали жениха, и у них были светильники, лампадки такие, значит, такие они, как туфелька такие, на востоке лампады, там, где носочек, значит, там фитилек. И сверху заливается масло, и у них не было масла. И они погасли, у них лампады начали коптить, дымить, и закончилось питательное это вещество. Вот, и они сказали тем, которые имели запас, дайте нам, нет у нас. И, значит, идите купите себе. Они побежали купить и опоздали на брак. И из-за закрытых дверей Господь сказал им, я не знаю вас, кто вы такие, не знаю вас. Значит, эта притча многозначная, безусловно, она касается всех нас. Она говорит нам о том, что надо иметь некий запас, запас. Как в доме нашем, в домах наших, мы имеем запас всегда чего-то. Мы имеем запас, там, картошки, там, не знаю, там, денег. На черный день, так люди говорят, там, ну, не дай бог, там, помрет кто-нибудь или нужно будет лечиться. Мы имеем запас некий, там, какую-то, значит, такую жировую прослойку такую, чтобы не больно было падать. Значит, и оказывается, такой же запас нужно иметь в духовной жизни. Значит, нужно иметь некий запас. А что это? Чем запастись? Чем нужно запасаться? Люди с запасом всегда живут. Есть запасное колесо в машине всякой, и машина без запасного колеса – это не машина. Значит, есть аптечка, есть, там, что-то еще. В машине, там, какой-то, значит, домкрат, там, всякий, там, знак. То есть, иначе машина не укомплектована. Значит, и во всех наших жизненных случаях нужны некие запасы. Обязательно. Вот наш народ привык закрутки крутить, там, по осени, на зиму, на всю. И мы, в общем-то, зимой едим накрученное за осень. Всякие, там, помидоры, огурцы, капусту, картошку, там, это все. Это правильно. Это правильно. На супермаркет надеяться нельзя. Нужно иметь свое. Не дай бог завтра хлоп, и все. И не привезли. Ни хлеба, ни молока, ни сметаны, там, ничего нет. Ни картошки, ни капусты, ничего нет. А у меня запас есть. У меня есть погреб, там, или, там, какая-то кладовка такая. С запасом нужно жить. Нормальный человек же имеет запас. А вот, оказывается, есть духовный запас. Что нужно запасти, друзья мои? Что нужно запасти себе на страшный суд? Когда Господь придет, и ты будешь нуждаться в некой милости, в некой помощи, в неком таком залоге того, что тебя помилуют. А что же нужно запастись, оказывается, нужно? По-разному об этом говорят разные святые люди. Святой Иоанн Глатауст говорит, что елей, который закончился в лампадах у безумных девушек, значит, это добрые дела, это милосердие. То есть, они были скудны на милость. Они были девушки, они были чистые. То есть, девицы. То есть, пять немудрых дев. Девы. То есть, они греха никакого за собой не имели. Но у них не было добрых дел. Так говорит Златоуст. Святой Серафим Саровский говорит, что запас – это дух святой. Это благодать Божия. Это духа Божьего благодать, которую нужно иметь в себе. Если ты ее не имеешь в себе, значит, ты пустой. Значит, ты ложный христианин, и ты никто. Вот так по-разному они говорят. Один говорит про добрые дела, а другой говорит про духа святого благодать. То есть, нужно быть благодатным человеком. В принципе, Серафим Саровский прав. Более, чем Златоуст. Потому что христианин – это благодатный человек. Человек поступает в своей жизни по законам мира сего, по законам плоти, по законам рода своего, по законам, скажем, не знаю чего. Что правит миром без благодати? Голод, страх, любовь. То есть, секс и деньги. Так, говорит, миром правят секс и деньги. Так вам любой скажет, так сказать, человек на свете, который говорит, а что еще правит мир? Деньги и удовольствие. Все. А благодатный человек управляется духом святым, и его не трогают секс и деньги. Его это как-то не очень задевает. Он имеет защиту. Поэтому, мне кажется, Серафим Саровский здесь как бы дает нам правильный ориентир. Нужно быть благодатным человеком, чтобы ты имел Духа Святого с собой, в себе, чтобы Бог был твой. Как прекрасно говорит, ты мой Бог. Я твой человек, а ты Бог мой. Бог Отца моего. Значит, и мой Бог. То есть, ты мой Бог. Не просто там Бог всех, а ты мой Бог. А я твой человек. Вот я имею тебя, а ты имеешь меня. То есть, делай смотришь, что хочешь. Хочешь, накажи меня. Хочешь, помилуй меня. Хочешь, сокруши меня. Хочешь, исцели меня. Хочешь, ад меня опусти. Хочешь, из ада меня вытащи. Что хочешь, то с мной делай. Ты мой Бог, а я твой человек. Твори со мной, Господи, что хочешь. И туда, и сюда. Трипай мне, как тряпка. То есть, делай, что хочешь. Ты мой Бог, я верю тебе. У меня другого Бога нету. Ты мой Бог. Больше другого Бога не знаю. Это благодать. Это благодать. Потому что иначе, знаете, иначе сложно, иначе трудно, иначе страшно. Иначе мы и хотим своего, как это стишок такой есть, такое сердце мое ищет тебя, благо свое, алчно любя. То есть я и свое хочу, и твое хочу, и тебе хочу угодить, но и себя не забыть. Такое вот, и мне дай, и тебе, Господи, и мне, Господи. Такое вот, дай мне, а вот тебе, вот мне, вот тебе, вот так мы и живем. А так, чтобы все забыл, я все забыл. Вот я живу, завтра умру. Такое, твоя воля святая. Вот я сейчас здоровый, на ногах своих стою, а завтра, не дай Бог, слягу. Ну что ж, твоя воля, Владыка. Ты, Господь, я человек. Ты меня создал, в утробе материнской, там я еще не... Там это капелька семени от отца, там что-то там такое засияло, такое раз там, и я начал в утробе жить, и потом как-то родился, непонятно как, я уже забыл это все, и вы забыли. И вот я живу, давно уже живу, и вот как хочешь, так и поступай со мной. Хочешь, я буду бедный, а хочешь, буду богатый. Как ты скажешь, так и будет. Да будет воля твоя. Вот эта великая вера, она вот как раз свойственна, вот эта полная лампада, это великая вера. Но, впрочем, нельзя забыть о том, что Златоуст сказал, что добрые дела нужны человеку. То есть нужно обязательно. Сейчас будет зима, будет холодно, и вы увидите сами собственными глазами в очередной раз, сколько людей дрожат и замерзают, сколько есть бомжей всяких, сколько есть неприютных разных людей, никому не нужных людей. И вы должны будете, дорогие христиане, и я должен буду, и вы должны будете кому-то дать свое пальто, найти там какие-то старые сапоги там дома, которые я не ношу их уже там три года, они стоят там, пыль собирают. То есть нужно будет отдать их кому-то, нужно кому-то дать одеяло, кому-то дать денег, какой-нибудь старухе, например, чтобы она заплатила за коммунальные услуги свои, потому что не ровен час. Долги накопятся, приезжают там с какой-нибудь газовой службой, там или электрослужбой, там скажут, эй, ты там понимаешь, там уже пора отрезать, уже долгов много. Надо будет делиться друг с другом, потому что мы живем в холодных широтах. Мы не в Египте живем, и не в Палестине. Там можно на земле спать всю жизнь. Мы не во Флориде живем, там можно в трусах и шортах, или там в тапках ходить всю жизнь. Некоторые наши люди, которые поуезжали, говорят, ой, я живу в Флориде, там год живу, два живу, три живу, потом на четыре, ё-моё, снега хочу, снега хочу, хочу замерзнуть, шубу хочу, валенки хочу, что я всю жизнь хожу в шортах, в трусах там и в тапках, не меняю одежду. Ну да, там так живут. Они так, там так живут. Говорит, да надоело уже, слушай, я хочу, чтобы был град, снег, ливень, дождь, чтобы я там закуталась, там такой, зонтиком вышел на улицу. Не, в трусах и в тапках, всю жизнь, в одних тех же трусах ходят, понимаете? А мы нет, у нас благодать, у нас холодно, у нас ветрено, вьюжно, морозно, и в это вьюжные морозные времена есть голые, неодетые, бездомные, и вы, и я, мы должны помогать кому-то. Заплатить за квартиру, помочь нужно кому-то, на кого-то нужно набросить какой-нибудь свитерочек, какой-нибудь свой, там 8 свитеров лежит у тебя, зачем тебе 8? У тебя же не 8 тел, ты же не Шива и не Будда, тебе нужно иметь один свитер, и хватит с тебя, остальное раздай людям. Не нужно, у нас шкафы ломятся от хламья, вы только придите домой себе сегодня после службы, откройте шкафы свои-то, там хлама всякого, тонны, кому это нужно? Кому? Это же все деньги, это же все труды, это же заботы, зачем это надо? Не надо это все. Мы живем ложной жизнью, мы живем во лжи, и кого-то еще в лжи обвиняем, а вот они обманули, а вот они обокрали, а вот да мы все в лжи живем, мы ложной жизнью живем, мы копим непонятные сокровища, покупаем ненужные шмотки, проводим 20%, 40%, 50% жизни своей в телевизоре, в телефоне, в компьютере, мы в лжи живем, мы с вами все, кого нам еще за что-то обвинять, на кого нам тыкать пальцем, мы утонули в брехне, давайте будем исцеляться, будем творить добрые дела, потому что жених придет, если вы были на монастырях, на ночных службах, там поют там, все жених грядет в полуночи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. То есть, это такое прекрасное песнопение полуночницы монашеское такое, оно поется либо в полночь, когда мы уже храпим, либо оно рано-рано утром, там часа 4-5 утра, все жених грядет в полуночи, еще все спит кругом, а монахи уже молятся, ждут жениха, жених вот-вот, жених придет, и блажен раб, которого найдет он бдящим, бодрствующим, недостоин же паки, его же обрящет унывающе, там, спящий, линящийся, там, такого-сякого, значит, такое. Вот блюди, там, бди, душе моя, не сном отяготись, да не смерти предана будиши, воспряни зовуще, свят-свят-свят, и си Господи, Богородицу, помилуй нас. Это монашеская молитва, она и нам нужна, мы не монахи, конечно, мы тряпки, мы грязь подноготная, мы неподвижники, мы нули, тут куча нулей, вот собралась куча нулей, и я, главный ноль, действую, мы нули, но нам нужно Духа Божьего, нужно понимать, зачем мы живем, что Господь придет и спросит с тебя, ну вставай, покажи, что там у тебя, и ты возьмешь ту лампадку души своей, а там, там, или масло есть, или нету, значит, Серафим говорит, что нужно Духа Святого иметь, нужно быть благодатным человеком, чтобы на тебя никто не влиял, ни мир, ни плоть, ни дьявол, потому что простой человек, он колеблемый, на него влияет сатана, на него влияет мир, ну, например, вы на работах работаете своих, и очень трудно на работе быть правильным, когда вокруг тебя все неправильные, они болтают, а ты молчишь, они курят, а ты не куришь, они там тряпятся про чужие грехи, а ты стараешься не слышать, не знать, и ух, они говорят, что ты какой-то странный какой-то такой, что ты с нами не ходишь, понимаешь, не куришь, не пьешь, как будто, и тебе трудно, трудно, потому что мир давит на человека, давит на человека мир, на всех нас давит мир, на нас, и на вас давит, сатана, мир и плоть наша, плоть, хочется поесть, попить, поспать, полежать, в носу поковыряться, смысл жизни в чем, как этот говорил, как его, бравый солдат Швейк, в чем смысл жизни, это съесть двойную порцию фасоли с мясом, лечь на диван, и ковыряться в носу, это смысл жизни бравого солдата Швейка, это и ваш смысл жизни на самом деле, и мой, если честно, да, нажрался от пуза, как бы, значит, лег, сижу, вот, смотрю в телевизор, вот смысл жизни, а настоящий смысл жизни в чем, любить Бога, любить брата, трудиться всю жизнь, как пчелка, не останавливаться, и не бояться смерти, не бояться смерти, что мы все грешники, и боязливые люди, потому что мы боимся умереть, а не надо бояться умереть, Христос же воскрес, и нас заберет с собой, Христос смерть победил, и нас заберет с собой, то есть не нужно ничего бояться, нужно всю жизнь трудиться, любить Господа, любить церковь, молитву, брата своего любить, рядом стоящего, вот, тебя, 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 вот, и не бояться умирать, вот, это красивая жизнь, это надо Духа Святого иметь, чтобы это было, потом будет страшный суд, я не знал, я забыл, я не помню, будет страшный суд, ну, и, конечно, повторяю, Златоуз говорит, что нужно запастись добрыми делами, поэтому у всех у нас есть большой дефицит добрых дел, есть дефицит добрых дел, то есть мы еще ничего не сделали толком хорошего, мы еще никому слезы не вытерли, никому раны не перебинтовали, никого судно не вытащили, никому еще подушку не поправили, никого одеялком не накрыли, никому еще не отдали свое, пол шкафа хлама своего не раздали бедным, у нас полные дома хлама у всех у вас, хламовники все, все хламовники, Все набили, понимаешь, сундуки и шкафы, дерьмом всяким и живут, как эти самые скопидомы, и жалуются еще, на жизнь жалуются, плохо живем, денег мало. Да у вас в 300 раз больше вещей, чем вы носите, чем вам нужно вообще для жизни. Нужно пораздавать все, сожгите лучше это все, чтобы было чисто, чтобы было чем дышать в вашей квартире. У нас мало добрых дел, у нас нет Духа Божьего и мало добрых дел. И то, и другое нужно. Вот об этом говорит притча о пяти мудрых девах и пяти немудрых девах. У тех был запас, а у тех не было запаса. К страшному суду, друзья мои, и к смерти своей собственной нельзя приготовиться за один день до смерти, до страшного суда, нельзя. Нужно готовиться к страшному суду и к смерти за год, за два, за пять, за двадцать. То есть заранее, заранее, пока нет ни болезней, ни бедности, пока ты здоров, молод, весел, хорош, там такой-сякой, все хорошо. Вот теперь готовься, готовься к тому, что будет потом. Потому что когда колокола забьют, когда небо совьется, как свиток, когда силы небесные поколеблются, когда звезды спадут с неба, как смоковница, роняющая смоку свои, потрясаемая сильным ветром, как Евангелие пишет, тогда будет поздно. Поздно. А вот сегодня, пока все здоровые, помогайте друг другу. Как прекрасно, приходит человек к другому, один к другому, там, говорит, здравствуй, здравствуй, поцеловались, и чем могу тебе помочь? У тебя есть нужда какая-нибудь там? Можно? Хочешь, я помогу тебе? Что тебе нужно? Я бы хотел тебе помочь. А чем? Смогу, помогу, не смогу, ну, не смогу. А вдруг смогу? Вот спрашивать друг друга, а чем могу тебе помочь? Понимаете? Нужно любить друг друга, запасаться добрыми делами, потому что мы эгоисты и грешники, и ничтожество. Я и вы. Вы и я. Мы все. Потом Господь придет, нам будет очень стыдно. Страшно будет. Ну, страшно, это не страшно. Будет стыдно очень. Посмотришь на Христа, Господи Иисусе, Он все сделал для нас, а мы ничего не сделали для Него. Ничего для Него не сделали. Что вы сделали для Христа? Так вот, по чесноку. Что вы для Христа сделали? Ничего. Только просили у Него, помоги мне, защити меня, спаси меня, исцели меня. А сделал ты что для Него? Да ничего. Ну и потом посмотришь на Него. Стыд какой, Господи Иисусе. Стыд, страшный стыд. Даже не страшно, что будет больно. Страшно, что будет стыдно. Поэтому давайте будем наполнять лампадки. У вас у всех есть грудная клетка, а в грудной клетке есть сердце, а в сердце есть вера. Это и есть та лампада, которую нужно наполнять. Наполняйте, пока не поздно. А потом, когда Господь придет, мы будем хвалиться перед Богом. Смотри, Господи, как горит моя лампада. Он говорит, добрый раб и благий и верный. В малом был верен. Вниди в радость Господа твоего. И ты, раб благо и верный. И ты заходи, и ты заходи. А ты, раб лукавый. Там же пишется в Евангелии все это такое. Ты в сторону. А ты сюда иди. Иди сюда. Я тебя знаю, тебя знаю, тебя знаю. Иди сюда. А ты иди отсюда. Вон отсюда иди. Я тебя не знаю вообще. Ты кто? Уйди отсюда. А ты знаю. Иди сюда. Это будет великое таинство. Великое таинство. Когда свой своих узнает. Говорит, познал Господь своих. И до отступят от неправды всякие творящие дела Господни. Призывающее имя Божие. То есть делайте все в жизни так, чтобы Бог вас знал. Что вы Божии. Вы не просто мамкин и... Ты чей? Там мамкин, папкин. Это понятно. А еще чей? Господний. Я Христов раб. Христу служу. У вас есть сердце. Это и есть лампада. Пополняйте ее. Если сможете, духом святым. А если не сможете, хотя бы добрыми делами. Потому что и там, и там правы святые. И Серафим Саровский, и Златоуст. Один говорит, будь духовный человек. Ну, мы слабые люди, мы не умеем. Ой, отче Серафимов. Я, у меня не получается. Говорит, ну тогда, Златоуста, послушаем. Наполняйте сердце добрыми делами. Как можно больше добрых дел. Как можно больше для других, а не для себя. Это и есть, собственно, христианская жизнь. На страшном суде не постыдитесь. Лица ваши не постыдятся. Аминь, аминь, аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!